В поместье Пьера Кардена, что в деревушке Лакост в часе езды от Марселя прошли Дни русской культуры. Международный фестиваль уже не в первый раз проводился в замке, ранее принадлежавшем маркизу де Саду. Сегодня его владельцем является дизайнер с мировым именем. Именно там и состоялся показ молодых модельеров. Награду «Шанс-2012» за коллекцию, которую мало назвать необычной, получила и уроженка Тернауза. Подробнее Фатима Магомедова. Укреплять связи двух культур французской и русской. Главная цель мероприятия, в рамках которого состоялся и смотр молодых дизайнеров, имперский бал по случаю представящего 400-летия дома Романовых и выставка подлинных русских народных костюмов 18 века. А это Тернауз. Город в Кабардино-Балкарии еле заметный на карте мира. Именно здесь живет теперь уже победитель того самого фестиваля. Студентку Московского госуниверситета дизайна и технологии, уроженку Тернауза, Зарему Караеву, известные кутерья знают по псевдониму. Именно она, Грета Миллер-Караева, стала первой в одной из восьми номинаций за коллекцию с необычным названием. Бонус и темп отец Семививиус, что по-русски звучит еще более странно. Даже хорошие люди могут быть лишь наполовину живы. Следующая моя коллекция, она будет еще более креативная. Ну и, соответственно, я хочу довести свое искусство до такого пика креатива, что, в принципе, это будет практически неносибельно. До фестиваля во Франции были другие смотры. Адмиралтейская игла в Санкт-Петербурге, Кремлевские звезды в Москве. Первый показ состоялся на ВДНХ. Но именно странность молодого дизайнера оценили во Франции. Ее решения столь неожиданны, что воплощение замыслов в готовое изделие нередко вызывает недоумение. И все же не обходится без поощрений, за исключением последнего случая, где образ из волос, каменьев и металлических костей был признан одним из лучших. Алексей Пластон, он достаточно известная московская модель. Андрагин, снимается сейчас для журнала Венити. Коллекция состояла из пяти костюмов. Представить на показе позволили три. Плащ из волос, в кастет из стеклянных глаз, камни и дреды, металлические корсеты, ошейники в сочетании с шортами и гетрами, необычная глазу цветовая гамма. Сумасшедшие, казалось бы, образы, примерить которые не каждый решится. Результат симпатии к творчеству Эрика Дженниста и девичьих размышлений о бытие мирском. Глубокий внутренний мир тернаусской девочке, вопреки отрицаниям обывателя, не мешает находить общий язык с мамой-врачом и быть первой там, где редко кому удается. Как реагирует мама, она понимает, что это творчество. Фатима Магомедова, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария.